Всем большой привет! И наступило наконец-то время поделиться с вами своими весенними фаворитами. Как многие из вас знают, я снимаю по сезону свои фавориты. И я не думаю, что сейчас в мае уже будут у меня какие-то глобальные изменения в моих продуктах. Поэтому, если вы заинтересовались, что я вам сейчас покажу, то поехали смотреть вместе. В этот раз у меня будут немного разные фавориты. Во-первых, это будет уходовая косметика, также декоративная. И еще я вам покажу кое-что из одежды. И моя любимая прическа на весенний период. Как вы уже заметили, у меня на голове пучок. И всю весну практически я проходила именно с пучком. Закалывала я его или вверху, или сзади собирала волосы. Но в основном наверху. Кто за мной следит в других социальных сетях, вы, наверное, могли заметить это. И так как мы сейчас говорим про волосы, то начнем сразу с волос. Я вам хочу показать сейчас один продукт, который меня просто поразил. Сразил с ног. Это продукт для волос. И он идет от фирмы Redken. Я не знаю, я извиняюсь, если я неправильно выговариваю. Называется он слово в слово, как здесь написано на упаковке. Extreme Anti-Snap. Я вам напишу под видео все названия, как всегда. И этот продукт специально для кончиков и для длины волос. На корни не обязательно это дело наносить. И он питает ваши волосы, делает волосы мягкими, шелковистыми. И от него перестают сечься кончики волос. Вот действительно. Я до того влюбилась в этот продукт, потому что у меня дома стоял пробничек небольшой. Давным-давно уже он у меня пришел в какой-то там коробочке Douglas и просто стоял на полке. Я думаю, ну и пусть стоит. А здесь, так как я не люблю использовать всякие разные маски, которые нужно снимать, я больше такой человек, который использует продукты, которые наносишь на влажные волосы после мытья, и смывать их не надо. И я его откопала и думаю, дай-ка я попробую. У меня там в пробнике было, по-моему, всего лишь 50 мл. И мне его хватило на целый месяц. И я вам должна сказать, я так влюбилась в этот продукт. Просто супер-супер-супер что-то необыкновенное. И я купила его себе, заказала в интернете в оригинальном размере. Могу всем посоветовать, если у вас проблемы с сухими, с текущимися кончиками, обратите на этот продукт внимание. Вот от чистого сердца говорю вам, и я в него просто влюблена. И еще один фаворит, относящийся к уходовой косметике, у меня крем для лица от фирмы Анаяка. В общем, я насобирала таких фирм, которые я не знаю точно, как они выговариваются. Мне очень понравился этот крем. Я вам сейчас, опять же, показываю пробник, потому что он у меня недавно закончился, и я еще не купила себе его в оригинале. Но я хочу сказать, что здесь в нем было 15 мл. И я использовала его на протяжении тоже, наверное, всего апреля. И я должна сказать, что это очень-очень хороший и питательный крем для сухой и смешанной кожи. По-моему, этот крем заявлен как для сухой и чувствительной кожи, но нет. У меня смешанная кожа, у меня быстро жирнится лоб, вот эта Т-зона, да. А нос, например, на щеках, если я не буду использовать какой-то питательный крем, начинает сушиться кожа и появляются такие шелушения не очень привлекательные. С этим кремом у меня ничего не было. Это у меня тоже пробник, который мне приходил в коробочке. И они у меня все давно стояли, и вот только сейчас, аллилуйя, Вика их нашла, почему-то начала их использовать, и я просто безумно довольна. Его можно заказать на сайте Douglas, здесь у нас по Германии, где еще не знаю, но мне кажется, эта фирма довольно знаменитая. Могу сразу вам сказать и предупредить вас, что он немного дороговат. Потому что даже я, когда посмотрела, подумала, вау, классный крем. Ну-ка, посмотрю-ка, сколько он стоит в оригинале. У меня так немного глаза округлились. Ну что поделаешь, потому что крем действительно делает то, что он обещает. И кожа просто как яичко, очень гладкая и нежирная. Очень мне понравился. Ну мы уже перешли к декоративной косметике. Я хочу вам быстро показать пару вещей. Не хочу слишком растягивать, тем более о некоторых из них я уже говорила в моих других видео. Первое, что я вам покажу, это BB-крем от фирмы Миша, который я уже упоминала в моих предыдущих видео, и который я использую теперь на протяжении всей весны. Он скрывает недостатки и не зашпаклевывает так кожу, знаете. То есть выглядит очень естественно. Я использовала его в своем ежедневном макияже, который я вам показывала. И просто многие очень сказали, что кожа действительно выглядит очень свежо и прям дышит свежестью и очень классно смотрится. И я сама очень довольна. Он на коже незаметен. Если вы его вообще там чуть-чуть совсем нанесете, у вас как будто вообще ничего на коже нет. Но как бы кожа сглаживается немножко и выглядит так очень красиво. И правда как яичко. Далее следует уже тональная основа, которую я купила себе в начале весны от фирмы MAC из серии Mineralize. Очень мне она понравилась. Я в общем искала тональную основу. То есть если я делаю какой-то макияж поярче, на какой-нибудь праздник я иду, там день рождения или что-нибудь еще. То есть макияж соответственно ярче и хочется выглядеть немножко посолиднее, да. И прикрыть более хорошо какие-то свои недостатки. Но в то же время я искала не очень плотной консистенции тональный крем, который можно было бы наращивать, да, слоями, скажем так. Если что-то не до конца закрывается. Но и если вы в один слой это нанесете, чтобы тоже выглядело более-менее естественно. И я не хотела, чтобы он мотировал кожу. Я хотела, чтобы придавался немножко такой глоу коже. То есть для жирной кожи, конечно, я не могу это посоветовать, потому что будет выглядеть это довольно именно жирно на коже. Сейчас этот тональный крем на мне. И у него легкая консистенция со средней плотностью. И с которой можно очень хорошо работать. То есть он легко ложится на кожу лица. И его легко можно растушевать. То есть проблем никаких с ним в принципе не должно возникнуть. Последним продуктом, фаворитом для лица у меня является бронзер от фирмы MAC. Он так и называется Bronzing Powder в оттенке Refined Golden. Я перечислю под видео. Это очень теплый оттенок. И даже в какой-то степени он содержит слегка ржану. То есть он подойдет именно для оттенка кожи уже более темного и более смуглого. Хорошо его использовать именно как раз на весну. Если вы там живете более в каких-то теплых странах и уже можете подзагореть. И конечно же летом. Мне очень понравилось как он вообще ложится на скулы. Сегодня он тоже у меня нанесен. И у меня сегодня нет никаких румян. И сейчас в этом сезоне на румяна делается совсем минимальный акцент. В основном это бронзер. И выглядит это просто божественно. Мне очень нравится. Он имеет в себе легкий шиммер, но кожу он не перегружает. То есть на солнце это просто как-то переливается так слегка кожа. То есть не видно таких прям конкретных блесток. И смотрится очень красиво. Ну и последний мой фаворит из декоративной косметики. Это будет конечно же помада. Куда же Вика денется без помад? Помада под названием Flat Out Fabulous от MAC. В финиш она имеет Retro Matte. Матовая в общем помадка. Но носила ее в моих предыдущих каких-то видео. Она очень многим понравилась. Многие спрашивали у меня, что это за название, что за оттенок и так далее. И носила я ее очень часто в повседневной жизни. Ну то есть если вечером мы пойдем или куда-нибудь с мужем в кино или еще куда-то. Держится просто намертво на губах. Там я и кушала, и пила с этой помадой. Все в общем было на месте. Через некоторое время, конечно, во внутренней стороне губ, если вы будете много кушать и пить, она начнет стираться. Но как бы полностью цвет на губах. То есть не остается у вас только контур. У вас вся помада остается на губах. И там немножко внутри подкрасить. В принципе вообще не составляет никаких проблем. Очень мне она нравится. Поэтому это был мой еще один фаворит. И последний фаворит, который я вам сейчас покажу. Из одежды. И эту вещь я протаскала на протяжении всего. Вот с того момента, как я их купила, я их надевала практически всегда и везде. И до сих пор их надеваю. Это джинсы с высокой талией из магазина H&M. Стоили они всего 10 евро. 9,90 по-моему. Вообще очень удачная покупка. Мне они очень нравятся. Я должна признаться, что они немножечко полнят. Но мне это не страшно, потому что я сама по себе довольно худенькая. И в этих штанах попа, бедра и ноги получаются такими более пикантными. То есть они даже не так, что ты выглядишь такой жирный. Они имеют очень приятный цвет. Их можно хоть с чем надевать, хоть с чем комбинировать. И я вот так вот именно их отыскала. По всякому разному. И просто я не знаю, есть ли они еще в H&M, но покупала я их пару месяцев назад. По-моему, в середине марта, наверное, или что-то такое. Поэтому можете, если они еще есть, то обязательно советую, заглядывайте туда. Может быть, вам еще повезет. Очень классно смотрится. Так что вот. И на этом у меня все. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. И напишите мне в комментариях, пробовали и использовали ли вы какие-нибудь продукты из этих. И мне будет очень интересно, может быть, у вас какие-то другие фавориты были этой весной. Какие-нибудь помады. Помады я вообще обожаю. One Love. И теперь на этом у меня точно все. Всем большое спасибо за внимание. Мы увидимся с вами в следующих видео. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok